Грузимся потихонечку, далеко-далеко. Объездная Каннска, 10 км в час едет, ну то, наверное, это много, кошмар, что здесь творится, Байкал, Байкал еще во льду, с Култука спускаемся. Красота! Красота! Култука, такую ясную погоду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 полихимии залили и все здесь такого нету здесь на этой трассе нету сотрудников дпс днем с огнем не сыщешь я тем рейсом ехал в свободный который под благовещенском и больше тысячи километров я проехал до свободного ни одной патрульки не было ни одной от четы вот как на чтенском поступок стояли инспектора все 1200 по моему если мне память не изменяет до свободного 4 ни одной патрульки все едешь и едешь ты нафиг никому не нужен и по поводу дорог да здесь в этом плане тяжело здесь они не сыпят так самые сложные подъемы в конце подсыпят чтобы ты не встал на фуре нам и все а так аккуратность осторожность и все в твоих руках но это также просто что хабаровск мы идем 392 километр раз тут еще вот такие есть подляночки со спуска идешь раз знак увидел 70 50 70 без разницы прыгуны особенно это очень актуально чернышевская грубо говоря до поворота на якутию асфальт проваливается и вот такими волнами становятся знак увидел лучше сбрось подлететь так можно что мама не горюй непонятно что и с грузом своим станет сейчас мы еще слабенький прошли а есть очень серьезно обращайте внимание на знаки здесь они стоят не просто так еще раз повторюсь вот чернышевска круга ряда поворота на якутию порядка 600 километров даже не доезжая километров 40 50 до чернышевска уже они начинаются эти волны прыгуны так что будьте повнимательнее кто поездить первый раз ну что товарищи подъезжаем к развязке сторону якутии прямо на хабаровск а нам а нам на дынду сейчас будем уходить на дынду не вверх вправо хабаровск 1175 туда вправо пойдет не вверх а мы вот сюда влево сейчас пойдем на якутию на дынду через 500 метров возьмите правее на развязку ну вот она наша туда поедем туда а не верну туда вправо в общем все нормально будет дында 162 километра поехали ну все мы повернули поехали а 360 новый маршрут для нас так что с богом посмотрим как здесь люди живут и какие здесь дороги или бездорожье ну пока мы отъехали совсем немного от той федеральной трассы Четаха-Баровск всего лишь 29 километров столбик вот там 29 километр пока дорога хорошая но мы то знаем что мы спереди дальше ждем как бы все от знакомых которые сюда ездят радоваться скоро вот эта радость хорошего широкого асфальта закончится и начнется действительность едем дальше ну вот она суровая действительность бездорожье это сразу в Соловьевском вот такая вот здесь дорога так что нормально все до Соловьевска когда Владимир Владимирович Путин катался по той трассе до Соловьевска проложили хороший асфальт а с Соловьевска все бяда бядаю дороги нету едем потихонечку с нашим догрузом блин с нашим железом по такому бездорожью хорошо хоть минус 3 мороз чем больше мороз здесь тем лучше тем сушее дорога будет вот как-то так печально друзья ну мы после Соловьевска снова вышли на хороший асфальт едем у нас уже темно здесь асфальт относительно хороший конечно тут всяких таких горочек очень с головой хватает контраст там на федералке Чита-Хабаровск было плюс 2 здесь мы уже проехали порядка 80 километров сейчас вот столбик будет и тут уже минус 12 какой столбик а 88 столбик проходим минус 12 плюс 2 там 88 километров и минус 12 вот это конечно контраст друзья у нас осталось от 12 километров до Тынды у нас начался асфальт мы идем на дальнем сейчас вот до Тынды будет асфальт сказали дальше посмотрим сами понимаете включение телефона только когда более-менее это возможно поэтому снимаем и все в общем все хорошо едем потихоньку всем доброе утро Стынды минусы вот той вот скальной дороги щебенка там нету там скальник это порезанное колесо утром проснулся на стоянке смотрю чуть приспущенное наружнее получается вот это вот колесо вот глянул стоит неровно на бугорке ну думаю сейчас выйду все будет хорошо выехал на ровно выехал на ровно также приспущенное взял молоток полез стучать по колесам внутренне как проверяется берешь молоток и стучишь и по звуку слышно пустое оно или нет вот на ровно вот на ровно нам оказалось что колесо спущенное благо шиномонтажка рядом доехал до шиномонтажки сейчас вот делают колесо там камнем порез камнем так что вот такие минусы утро началось не с кофе вставили вот такой грибок большой с нижней стороны вот так вот все выглядит в общем грибок должен спасти нас вот этот большой вот он тут да и вот он вот так вот выглядит ну что друзья ремонтировали мы колесо выехали мы с тынды пока асфальт вот в общем продолжаем путь в сторону Якутска первые потери мы понесли финансовом плане я имею ввиду дальше посмотрим все будем снимать по мере прохождения дороги повторюсь снимаю на телефон коннор 20 про поэтому и дрожит и трясется и все такое держу рукой так сказать забыл вам сейчас рассказать мы так и едем еще по дороге от тынды вчера когда я свернул с федеральной трассы встал на аварийке чайку попить сфотографировать указатель вот тут же тут же сразу же буквально нам 5 минут прошло в рацию начали кричать дав-дав ну не гав-гав а дав-дав да сейчас что-то случилось ты стоишь на аварийке помощь нужна я говорю не ребят спасибо говорю все хорошо я просто остановился чай попить вот тут вот такая взаимовыручка она очень важна в этих так сказать малолюбных районах здесь это очень хорошо процветает не то что у нас в центральной России убивать будут грубо говоря только в рацию все герои блин а так ни хера одни панторезы блин а здесь да здесь это есть действительность ну едем потихонечку дальше в общем ехали мы ехали асфальт закончился ну написано что протяженность ремонта дороги 10 километров ну посмотрим в общем очень много вот таких ремонтов здесь и асфальта совсем нет вот ну и природа природа конечно очень не очень красивая здесь хорошо на легковых ездят намного быстрее чем на грузовике мягенько ничего не чувствуется как-то в общем вот так все впереди нас ждет перевал Тит скоро посмотрим как он будет встречать мы остановились здесь тут заснять вам красоту виды открываются за деревьями можно кричать эй 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 и ответ тишина мы стоим и вот такая вот здесь дорога мы сейчас здесь хорошая ухатанная щебенка ну вот мы с вами зашли в республику Саха-Якутия Нирингвинский район 274 километров проходим автомобильной трассы вот он указатель 274 сейчас у нас затяжной подъем но слава богу сухой тут на каждых подъемах такие вот кучки вот она кучка щебень раз обозначение у нас допустим с песочком да а здесь щебеночка еще кучка ну зимой для грузовиков чтобы спасаться хоть как-то где-нибудь макаром подниматься на подъемы так что как-то так все ладно едем дальше по республике Саха-Якутия 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 едем едем ну вот у нас тут какой-то перевал первый не знаю как он называется но тут нормально все что это за перевал без понятия там вот вниз дорога спуск идет этот хороший перевал 421 километр 22 начало его все нормально чем ближе к перевалу Тит тем у нас снега больше полоса заснеженная правая появляется в общем связи вообще здесь нету от слова совсем у меня две симки МТС Билайн ни одна здесь не ловит не знаю как Мегафон там Теледва еще что-то но вот МТС Билайн вообще здесь не ловят в принципе в апреле месяце ездить сюда можно грубо говоря мы проехали 450 километров от поворота и асфальт 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 и снежные наледи зимой конечно здесь по-любому снежная наледь вот ну сейчас уже вот такая дорога в общем это у нас какой-то еще перевалчик буксули буксуем но вытягиваем маршрутчик вроде взяли машину конечно колбасит но что поделать давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай выходим вышли на него я так понял это вершина у нас буксовали-буксовали но вышли в общем потихонечку дальше телефон включаю только тогда когда возможность позволяет ну и что вы думаете вот он сухой асфальт то есть подъем весь в снегу здрасте приехали вот сухой асфальт и так ехали мы ехали по асфальту снимать было нечего асфальт асфальт и 497 километр у нас снова пошла налить 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 и щебенка в общем тут то по асфальту то по щебенке то по асфальту то по щебенке тут встать мороз уже сильнее минус 6 там везде было минус 2 минус 3 тут минус 6 а налить скользкая чуть госту буксуешь в общем 500 и километр налить жесткая еле поднялся у нас успел разгон взять это и спасло это и спасло что разгончик взял шлифовал шлифовал еле поднялся сейчас вот спускаемся потихонечку я так думаю это и есть тит ну вот его только-только засыпали свеже-свеже засыпанный да это и есть и вот он поворот на 90 градусов ребятки идем даже не пробуксовываем его только-только засыпали супер вообще спасибо вам дорожники ну вот налить жестко конечно но его только засыпали камазик придержи или прибавь я на подъем иду его только-только засыпали ладно не до съемок сейчас да ребятки камазик придержал маленькая почти тоже придержала нормально на повороте мы забуксовали и все а так все в принципе хорошо легковым-то конечно проще намного здесь е-мое и что блин тут площадка такая мы останавливаться не будем мы останавливаться не будем нам надо ехать а хотя в принципе вот здесь можем остановиться это мы на вершине перевала перевал Тит так называемый остановились подняться поднялись спасибо все засыпано было в общем все супер все хорошо подняться мы поднялись это мы пошли на спуск с перевала Тит спуск тоже скользкий налет это накат конечно здесь серьезный спасибо хоть щебеночки подсыпали мелкой спасибо на этом ладно будем спускаться снимать некогда надо спускаться что друзья с перевала Тит спустились распогодилось солнышко стало появляться морозик также минус шесть для обмотания погода такой контраст слева солнышко снега здесь конечно еще да здесь снег наверно до лета лежит в июне и то снег есть так что слава богу вот 511 километр проходим все хорошо едем дальше товарищи что я вам хочу сказать здесь погода не постоянно как моя половая жизнь блин простите меня когда я в рейсе у нас опять затянуто все и опять идет снег камера его не передаст телефон настолько хорошо фокусирует но снег начался минус 6 морозик и снежок в общем все весело в общем проехали мы какой-то населенный пункт честно забыл название и у нас опять снежная наледь была подъем взяли вот вот ручей еловый какие-то названия интересные у ручейков но если честно тут ручьем даже и не пахнет нигде может быть он когда-то ручей 574 километр это местные гоняют здесь так хорошо машина не так не ездим это сильно жестко для нас не ездить так остановился я вот так вот на площадке а здесь рыжая ходит рыжая ходит а ты красавица какая хвостатая господи ты страшная как я вовремя в машину зашел рыжая иди отсюда иди отсюда бу всем доброе утро с там мото ночевали мы здесь встали было минус 3 сухо сегодня утром проснулись у нас тут снег снежок минус 10 снежок идет поднасыпало снега дай бог в общем будем ехать потихонечку там 430 километров осталось до нижнего бестяха там нас ждет разгрузка так что вот такие дела прошло полтора часа как мы выехали от томота мы отъехали всего 60 километров за полтора часа ремонт на ремонте и такой скальник острый столько колес порезанных валяется кошмар просто несколько раз останавливался выходил колеса смотрел все ли целые в общем ремонт на ремонте с сильным таким скальником крупным вот едем снег вроде как то прекращается то нет но дорогу вы сами видите минусы 14 за бортом потихонечку едем созвонились с выгрузкой сказали приезжайте места много на территории посмотрим может выгрузим сегодня может завтра приятного ответа не дали в общем едем с осталось 300 км до нижнего бестяка снег у нас прекратился примерно километров 90-100 надь ехали от томота и пока снег закончился что вам заснять красоту в Якутии летом наверное здесь все шикарно очень много вот таких подлянок хорошо знаки висят на грузовике можно подлететь очень-очень сильно неизвестно что будет в принципе как и на той трассе в Читах-Абаровск так и здесь есть подляночки но висят предупреждающие знаки спасибо им за это на улице минус 10 теплеет потихонечку едем сейчас я вам кстати скажу километровый столбик может быть кому-то будет интересно в принципе я и говорил о них о столбиках какой километр проходим 842 километр друзья ну в общем что я хочу сказать очень много участков автомото в сторону Якубска только вроде разгонишься асфальт асфальта раз и вот такая вот щебеночно-гравильная дорога вроде тут и ям нету но не разгонишься и МТС и Билайн связь тут вообще жесть нету ее просто нету не ловит я уже довольно-таки продолжительное время еду без связи у меня вторая симка из Билайновская и там тишина и покой в качестве имеете ввиду снимать особо нечего дорога до дорога лесок тайга да и все снимать особо нечего так что вот 960 километр проходит в общем едем потихоньку ну это нам осталось 80 километров до выгрузки 79 уже подъезжаем подъезжаем к Якутску к нижнему Бестяху вот как раз указатель нижний Бестях Якутск прямо А360 в общем почти приехали минус 12 морозик погода супер солнышко светит все хорошо вот перед Якутском 1097 километр шикарная дорога хорошая осталось тут 70 километров да грубо говоря круиз контроль поставил и поехал видимо тут они так сделали ну и природа сами видите природа 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 красота красота кстати Якутские номера 14 регион если кому интересно ну что друзья нас разгрузили все хорошо вчера мы приехали вчера нас разгружать никто не стал сегодня нас только после обеда выгрузили вот мы выехали осталось нам буквально еще километров 30 по хорошей асфальту а потом начнется то щебенка то ремонт то яма то канала грубо говоря 100 километров тут автобана можно и так назвать едем в сторону большой земли куда что и как грузиться пока ничего не знаю время у нас уже по местному пол шестого вечера по Москве 12 35 по местному пол шестого вечера за бортом минус 12 сегодня было утром минус 23 в принципе нормальная рабочая температура все хорошо едем в обратном направлении всем доброе утро по Москве 2 часа ночи здесь 8 часов утра мы вчера благополучно добрались до Тамота в Тамоте переночевали выезжаем погода радует за бортом минус 27 солнышко светит птички наверное где-то все-таки поют но не здесь минус 27 я думаю петь они не смогут такое морозное прекрасное утро грубо говоря в апреле да в середине привет так что едем сегодня у нас перевал Тит посмотрим вот указатель Алдан 68 Невер 710 Чульман 312 едем потихонечку в общем тя и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такая вот стелла стоит Невер Якутск Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 здорово привет всем поближе коля тут решил взять у меня небольшое интервью до рассказать эпилог да 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 видео как там увидел даже за которые вот вы посмотрели вот вот руслан только что вернулся секутии эта трасса ну расскажешь он какие ощущения по этой дороге какие ощущения дозачка сказать непередаваемые ощущения в первую очередь наверно вот красоты якутской земли до край вечной мерзлоты но там на фото видно на видео контраст белый снег такое небо голубое да то есть вот это вот самое такое непередаваемое ощущение конечно трудности дороги да я уже говорил в видео зимой середина зимы я не хочу ехать на неподготовленной машине туда вот именно вот мой дав на котором на данный момент я работаю крепыш 106 он не подготовлен для этих условий я посмотрел как ездят местные якуты хабаровск ходит туда тарит их до грузами машины там реально подготовлены то есть в конце марта начале апреля у меня самый большой там 27 или 29 около 30 градусов мороза было как бы не так страшно когда вот за 50 под 50 конечно это жесть это тяжело да не хочу ехать туда на неподготовленной машине плюс наши двухногие там но тяжело нам там там пользуется 6 на 4 6 на 6 на самая такая резина многих стоит липучка то есть как вот у тебя на легковой . грузовая резина на шипах не видел но говорят есть съездят наши полные резине там именно фуры грузовые липучки пучки много так но а вот взять раз вот этот соловьевска да вот не вера по молодой одни рда даже без всех вот самый такой вот сложный участок самый сложный участок от не рингри до томата получается вот этот протяженность участка 500 километров ну видео там кстати будет я говорил да об этом самые такие злосчастные километровые столбики я называл когда идешь по ходу в якутск в общем для всех 421 километр 451 километр и 500 это сам перевал тит вот эти вот километровые отсюда начинаются коварные такие подъемчики вот этот самый сложный участок все видео есть то есть то смотрел полностью все понимает там лучше всего его днем проходить и если кто на грузовиках поедет туда мало ли на фуре да кто-то поедет самое главное перед началом подъема любого если он скользкий вы видите там снежный накат там зимой других не бывает скользкий снежный накат не переключайтесь если вы только переключитесь начнете переключаться все вы там и станете выбирайте такую передачу на которой вы понимаете зная свой автомобиль сможете подняться на этот подъем начнете переключаться все это будете сдавать задом назад потому что по льду вы не стронитесь даже на цепях на мы будете буксовать душ получается сложность дороги компенсируется природой красотой да хотелось бы чтобы сложность дороги на площадке как бы меня учили с детства что лисы это переносчики всяких разных болезней в частности бешенства поэтому знаешь я ее как только увидел я быстрее в машину заскочил и все как бы перевал тит я тебе так скажу он ни о чем все тит 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 херняет все ребят съездите на военно грузинскую дорогу да по которой я съездил два года почти три в ереван ходили и зимой и летом перевал тит это вам покажется просто учебка до сафа получается даже уральский перевал сложнее будет или нет или легали култуку сравнить култуку он короткий но затяжной вот если взять здесь россию и взять грузию у нас нет таких перевалов нет я не хвалю себя я не это да ну те кто были там на военно грузинской дороге потом поехали сюда но это учебка до сам по-другому не сказать перевал тит чем он страшен тем что там за никто не следит то есть он постоянно в налеге и ты когда на него подымаешься получается солнышко пригревает подъем когда идешь в якутск чуть-чуть снежок подтаял и он становится льдом и нам за ним никто не следит если бы но мне под фартило да там дорожник подсыпал каким-то отсевом да я поднялся на него там ничего страшного нету сложного я нигде цепи сейчас не одевал просто если следить за дорогами то там туда можно ездить в любое время года но сейчас там не следят буквально вот сюда уходишь за новосиб уже все ладошки всегда потери вот всегда влажные ладошки зимой но ничего все ездят все потихонечку привыкаешь человек такая существо которое ко всему привыкает я вот кстати давно на канале видео дорог россия тоже человека перегонят лидно легковые машины у него было видео этот раз елены я заметил что когда движешь населенный пункт там начнем пункте асфальт нормально а вот как выезжаешь идет за гравийка грунтовка гравийка грунтовка там даже не грунтовка там скальник точнее не гравия скальник и этот скальник он острый он нагревает резину хорошо и протыкает колеса ну я вот попал видео тоже есть шиномонтажка блока у меня рядом было участок от невера до якутска 1157 километров там на стиле мне указатель и вот на протяжении этого участка получается все три шиномонтажки по моему очень много колес валяется они по дороге потому что режется 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 легковые да как бы они нормально относятся к этому на грузовиках тяжело я как бы когда ехал груженный куда я ехал вот как только скальники я вижу все 20 максимум 30 мм в час чтобы остаться с колесами когда пустой ехал да уже чуть посмелее так сказать нагрузки на резину на мой нету а груженым сегодня быстрее лучше наверно не стоит руслан насчет инфраструктуры вот и допустим или только вот населенных населенных то есть здесь это выезжаешь не заправок ничего не туда цены на топливо космические космические но тут не прошло если взять обычный бензин 92 95 поля я по моему фотку скидывал до ставим друзья найдем я скидывал фону сейчас я ее быстро найду подожди я скидывал фотку с топливами на бензин именно с нижнего газа где я был вот и там цены конечно на топлива такие а вот фотка 92 бензин 55 рублей 98 56 50 dd 59 рублей ровно но вот этот дайл дыхал до нижнего бестях а что там вообще говорят о строительстве моста честно не задавался и задавался ничего не слышно то их видимо устраивать что зимой они деньги берут за переправу через лену там по тоннажу там до 5 тонн одна сумма до 20 тонн другая свыше 40 к третья сумма по моему их все устраивает деньги зарабатывают межсезонья он точнее летом паром ходит почему нет деньги не зарабатывать трафика такого там движения нет я думаю там на станет вряд ли будет да не плюс наверно все таки сказать ледоход там наверно очень сильный там наверно мост надо ставить с такими сусуку особо рубура чтобы там усилены поэтому наверно на того не стоит если по не хотели они уже давно там сделали все если он был настолько важен как наш крымским но его построили вот так владимир владимирович сказал ну что ж друзья надеюсь вам за видео понравился про этот разом был сказать комментируйте ставьте лайки дизлайки подписывайтесь на николаем прежнего если все срастется у меня будет еще одна очень увлекательнейшая поездка по нашей так сохраним интригу до нашей необъятной родине так сказать поэтому будет много чего интересного но друзья также подписывайтесь на инстаграм моего друга руслана ссылочки будут под видео так что пожелаем руслан удачной дороге всем пока да сейчас он поедет дальше книжку спасопроводим пути и пожелаем удачной дороге пока 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 друзья и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok